Детское радио представляет сериал Новые приключения Веснушки и Кипитоши Ура! Ура! Мой любимый котелок Вася к нам в гости приехал! Проходи на кухню, Кипитоша там на плите кипит Кипитоша, у нас гости Привет, Веснушка, и тебе, Кипитон, не хворать! Как поживаете? Ой, закисли, наверное, в своем городе Шумно тут у вас, ни ветра с полей Ни стрекотокузнечиков, ни приключений Ни загадочных событий Ой, скукота! Здравствуй, Василий! Какими судьбами? И сегодня ты решил, что у нас скучно У нас с Веснушкой очень интересная жизнь Да, нам с Кипитошей очень даже весело живется Мы с ним и путешествуем, и всякие загадочные истории разгадываем Да ты и сам знаешь, сколько раз мы вместе в разных приключениях участвовали Да ладно, ладно вам, не кричитесь Ну, хватил я лишку, извиняйте, если ничего не то сказал Я к вам вообще-то по делу явился Был я недавно с геологами в таежной экспедиции, как водится, кашеварила Так там неподалеку настоящая тайна имеется Ее сто лет никто разгадать не может Все буквально на мне одном держится Не представляете, сколько хлопот с моими геологами То помоги им месторождение найти То сказку на ночь расскажи Я уже не говорю про вкусное и здоровое питание Которое я им, это, ну, обеспечиваю Что бы они без меня делали, ой Ты, Василий, не отвлекайся на бытовые подробности Своей экспедиционной жизни И не уходи от заданного курса Ты что-то о таежной загадке говорить начал Что за тайна такая неразрешимая? Да, геологи рассказывали Что сто лет тому назад Над тайгой недалеко от реки Тунгусский Аккуратно в районе нашего лагеря Пролетел большой огненный шар И это ПАДЫХ ПАШ Взорвался над землей Да, такой был грохот Лес повалило Зверье попряталось Однако Итак, останков этого шара нигде не нашли, как не искали. Я лично уверен, это были инопланетяне. Да, у них там что-то в корабле сломалось. Они на землю и рухнули. А летели они к нам, не иначе, как землян завоевать и поработить. Василий, ну какие такие завоеватели инопланетяне? Это был Тунгусский метеорит. Упавшее на землю космическое тело было сгустком космической пыли, окруженной большим ледяным панцирем. Ведь в космосе очень холодно. Когда комета проходила через атмосферу Земли, то лед испарился, и образовались серебристые облака. Редкое явление, наблюдавшееся сутки спустя после падения на землю Тунгусского метеорита. А сгусток космической пыли и камней от соприкосновения с земной атмосферой сильно раскалился и, упав на землю, взорвался. Я тоже вспомнила. Я про Тунгусский метеорит в одной книжке читала. Только думала, что это фантастика. А оказывается, он и вправду был. Васенька, в этой книжке говорилось, что это никакой не метеорит, а неудачное испытание машины времени нашими потомками. Вот оно как! Точно! Это была машина времени! А может и не машина, а космический корабль с инопланетянами! Да и совсем я запутался! Не, ребят, вы как хотите, но мы должны с вами там побывать и своими глазами на все посмотреть! Даже не знаю. Это может быть опасно. Мы можем серьезно пострадать от взрывной волны. Нет, а вдруг действительно не метеорит это был, а какие-нибудь инопланетные монстры. А-а-а! Ты тоже так думаешь? Давай, 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 капитан, не труся! Мы в стороночке постоим и на весь этот небесный фрирк и поглазеем! Представляете, взрывы, осколки летают везде, деревья валятся. Красотень! Тебе бы, Василий, не у геологов да археологов кашеварить, а с саперами да подрывниками подружиться. Уж там-то ты на такие фейерверхи насмотришь! Кипятошечка, ну пожалуйста! Васенька прав, мы же не в самый центр взрыва переместимся, а где-нибудь с краю посмотрим на это чудо. Ты только подумай, как будет интересно разгадать столетнюю научную загадку! А что, может и стоит рискнуть? У нас есть неповторимый шанс стать очевидцами исторического события! Мы можем внести неоценимый вклад в науку! Ладно, уговорили! Я все равно в пылу споров вскипел, так что хватайтесь оба за мою ручку, мы перемещаемся! Гори огонь, кипи вода, неси скорее нас туда! Утро как утро, ничто не предвещает беды. Солнце светит, по небу ничего не летит. Кипятош, может мы не то место выбрали, а? Или времени правильно рассчитали? Васенька, скажи, мы правильно переместились? Да уж, травы мною потоптано было немало. Ну, это я в смысле того, что вот этими самыми богами мною были места падения неопознанного космического тела, а может быть и инопланетного корабля, изучены в редкие минуты отдыха от моей ответственной работы из экспедиционного кашевара. Василий, а конкретнее можно? Как далеко от нужного нам места мы находимся? По моим расчетам, мы должны были переместиться с точностью до 30 километров. Ха! Однако далековато. Я сюда не заходил. В отличие от некоторых домашних чайников, которые только умеют, что чай кипятить, я, между прочим, комплексный обед стряпаю. Ну, типа, первое, второе и компот. Некогда мне, короче, 30-километровые кроссы в полис убегать. Нет, вы на него посмотрите, а. Тоже мне труженик полей и огородов. Ты еще скажи, что вместо археологов на раскопках копаешь, а вместо геологов месторождение разрабатываешь. И скажу, и скажу. Че, думаешь, постесняюсь, да? Хм, под моим чутким руководством они много чего полезного в земле нарыли. Да без меня ни одна экспедиция бы не состоялась. Да если бы не я... Мальчики, 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 не ссорьтесь. Кипитош, по твоим расчетам, мы в 30 километрах от места падения Тунгусского метеорита находимся. Я правильно поняла? Это же страшно далеко. Мы же ничего толком и не разглядим. Ближе никак нельзя. Опасно. Бол, тых, боль, боль. Посмотрите на небо, видите? Видите? Да вот же, на севере что-то очень сильно светящееся к земле несется, а за ним радужные полосы тянутся. Такое яркое, даже смотреть больно. Как будто второе солнце на небе появилось. И жарко сразу стало, как в какой-нибудь африканской пустыне. Смотрите, смотрите, оно к земле приближается и как будто немного расплывается. Ой, что это? Листошка, прижмись к земле и не смотри на небо. Вася, осторожно. Ох, что ж такое-то. Жарко, как будто на раскаленной печке. Очутились. Зря мы это затеяли. Ох, зря. Ах, земля дергается. Кача, ах, качается. Иди, иди, деревья валятся. Кровь. Ребята, ребята, нужно ноги уносить. По-добру, по-здорому. Бежим отсюда, пока с нами ничего не случилось. Ах, дым черный повалил. Спасите, помоги. Иди, уууу. Мама. Асенька, успокойся. Это хвоя на деревьях загорелась от взрыва. Но пока ничего страшного не произошло. Мы должны остаться и еще немного понаблюдать. Ты же сам этого хотел. Я в город обратно хочу. На уютную кухню, где горит огонь на печечке. И Капитончик сидит. Спокойный, как памятник. Капитон, брат, браток. Давай я обратно вылепятывать. Василий прав. Здесь оставаться опасно. Ох, голова моя метная, да память дырявая. Я же читал, что сейчас должна пятичасовая магнитная буря начаться. Месношка, Василий, я совсем от этого жара горячий. Даже кипятить меня не нужно. Хватайтесь за мою ручку. Мы возвращаемся. Гори огонь. Кипи вода. Неси скорее нас туда. Ой, на силу ноги унесли. А вот все вы любопытные такие. Тайну они тунгусского метеорита, видите ли, разгадать решили. Чуть не погубили Васю котелка своей любознательностью. Вася, это же ты сам нам предложил в тайгу отправиться. Эх, жаль, что толком я ничего не рассмотрела от испуга. Запомнила только, что у упавшего небесного тела была цилиндрическая форма, и оно было ярко-белое с голубоватым оттенком. И вовсе нет. Оно было сферической формы и ярко-желтого цвета. Еще я запомнил, что дымовой след за ним отсутствовал. И вовсе нет. И эта штука была круглая и огненно-красная. Мне ли-то не знать. Пока вы паниковали, я смело и отважно вел наблюдение за предполагаемым космическим кораблем, рухнувшим на нашу планету. Конечно, конечно, Васенька, мы тебе верим. Только кто это кричал? Спасите, помогите и улепетывать предлагал, а? Не знаешь? Кипятош, получается, что мы все видели одни и те же события по-разному. Как такое может быть? Это небесное тело могло менять цвет и форму по мере приближения к Земле. И каждый из нас смотрел на него немного в разное время. Мои коллеги-геологи говорили, что по их версии на месте падения этой штукенции сейчас озеро находится. Название у него еще такое с магазином связано. На чек похоже. А, точно, Чеко, да. Нам нужно немедленно туда отправиться и в него погрузиться. Уж там-то мы точно останки космического корабля. Да, обнаружим. Новые приключения Веснушки и Кипятоши Продолжение следует